Финальным аккордом 86-го международного праздника Севера по традиции стал массовый лыжный марафон на дистанциях 50 и 25 километров. О том, как готовили трассу к гонкам и почему Александр Панжинский не встал в этот день на лыжи, узнала наша съемочная группа. За день перед стартом мурманского марафона, одного из главных событий праздника Севера, лыжная трасса начала буквально таять. Температура воздуха ночью не опускалась ниже ноля. Специалистам пришлось попотеть, чтобы привезти лыжню в необходимое для соревнований состояние. Протраки вышли на маршрут уже в 4 часа утра. Всю ночь шел дождь. Нам пришло все, что мы вчера подготовили. Резко, быстро все убрать, по-новому запустить ретрак, по-новому пройти по трассе. Я был на трассе, по-новому все это просмотреть. Где-то пошли ручей его убрать, пропустить, засыпать. То есть все пошло делать по-новому. Все вытало. Как говорится, свежий снег беленький был, а тут стало таять. Там где-то пакеты накидали, там кто-то по пилу кофе накидал. Тем не менее, к старту весь мусор организаторы убрать успели. Участники марафона вышли на идеально чистый снег. Над долиной уюта нависли тучи. Солнце, которого ждали многие, так и не выглянуло. Несмотря на громкие призывы. В первый день 47-го мурманского лыжного марафона на старт вышли более тысячи российских и зарубежных спортсменов. Во второй больше трехсот. Сегодня гораздо народу меньше будет, но все равно будет конкуренция. Есть люди, которые, я и сам, как бывший лыжник, люблю больше классический ход. То, что будет, все равно борьба будет, будет интересно. За несколько минут до старта все участники надевают трекеры и готовятся покорять дистанцию на 25 и 50 километров. Я из Москвы. Ты меня не подвели. Всего тебе доброго. Да, специально приехала покататься на лыжах. Даже несмотря на то, что под конец сезона несколько вырезала травму. Но, тем не менее, такой праздник севера, в котором очень хочется поучаствовать. Вы впервые здесь? Впервые, да. Ну и как? Безумно понравился город. Даже удалось увидеть северное сияние. Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский хотел также встать на лыжи. Но из-за травмы от такой идеи пришлось отказаться. Александр, где у вас есть? История умалчивает. Но, на самом деле, собачья драка. Разнимал собак, попал под горячие зубы. То есть, та самая травма, из-за которой вы принялись? Да, да. Из-за этого поднялась температура, держалась пару дней. Поэтому принял решение, что не стоит принимать участие. Зрелищный массовый лыжный марафон поставил точку в 86-м международном празднике севера. В Мурманской долине Уюта до следующего года спущены флаги и погашен огонь Полярной Олимпиады.